Тверской марафон за Волжье собрал рекордное количество стаеров. По традиции старты прошли в микрорайоне «Юность» около школы номер 50. В 28-й раз поучаствовать в за Волжье приехали любители бега не только из районов области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Петрозаводска и других городов страны. К слову, в рамках соревнований одновременно проводился чемпионат Тверской области в беге по шоссе на 15 километров и на классической марафонской дистанции. Конкуренцию россиянам составили гости из Эстонии и Украины. Как рассказал главный судья состязаний, председатель Федерации марафонского бега Тверской области Михаил Соловьев, в этом году за Волжье побил рекорд посещаемости. В этом году особенность та, что большое количество марафонцев. 128 человек у нас никогда за все годы такого количества не было. 101 человек бежит 15 километров и на 3 километра малыши бегут очень много тоже. Михаил Соловьев выстрелил из стартового пистолета и группа самых выносливых ринулась отмерять 42 километра 195 метров. Марафонский путь был разделен на три круга – 15, 15 и 12 километров. Контрольное время – 5 часов. Пока атлеты покоряли марафон, организаторы дали старт еще на трех дистанциях – на 15 и 3 километра, а также на 421 метр. В самых коротких состязаниях на одну сотую часть марафона по традиции участвовали дошколята. Выстроившихся в линию мальчишек и девчонок наставляли родители, бабушки и дедушки. А некоторые мамы и папы не захотели оставлять своих детей в первом в жизни соревновании и пробежали дистанцию вместе с ними. За ручку с мамой преодолела мини-марафон трехлетняя Ксюша Егорова. Меня зовут Ксения Егорова. А сколько тебе лет? Три года. А тебе трудно было бежать с ребятками? Да. А ты добежала? Ты с мамой бегаешь? Да. А что, тебе нравится бегать? Да, нравится. А почему нравится? Быстро бегаю. Пока вместо медали Ксюша заслужила более ценную в ее возрасте награду – шоколадку. Этот приз получили все участники сладкого забега. Остальные бегуны Заволжья воролись за медали в их привычном понимании. Хорошее проведение здесь, нравится бегать. Все честно, нравится как бы. К слову, в ряды бегунов в 14-й раз органично влились спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. И многие зрители с восхищением наблюдали за их самоотверженным выступлением. Не каждый из болельщиков решится пробежать расстояние, которое проезжают атлеты-колясочники на Заволжье. На дистанции 3 километра первым из них стал тверетянин Павел Русляков. Павел преодолел дистанцию в четвертый раз. И с каждым годом, по его признанию, она дается ему все легче. Погода вроде сегодня так неплохо. И дождя нету, и не слишком печет. Очень подходящая. Дорога, конечно, каждый год оставляет желать лучшего. Много ям, наклонность большая к обочине, что очень мешает тоже ехать это. А так, в общем, проехал неплохо. Первое место, свой результат я улучшил достаточно. Минуты так на 4-5. По словам спортсмена, хороший результат на финише он показал благодаря новой коляске с золотыми колесами. Повседневная коляска Руслякова весит около 16 килограммов. Соревновательный вариант облегчен до 13. А чем меньше вес, тем легче разгоняться. Павел рассказал, что его знакомые, которые решили покорить 15 и 42 километра, выехали на дистанцию на хендбайках. На таких спортивных снарядах инвалиды смело могут соревноваться в скорости с велосипедистами. На дистанции 15 километров среди мужчин первым финишную черту пересек Андрей Мищенко. Представитель Старицы пробежал свой путь за 52 минуты 10 секунд. Лет 7 назад для старичанина Заволжье началось с 3-х километровой дистанции. После он решил покорять пятнашку. Но добиваться значительного результата долго не получалось. И, наконец, вот оно свершилось. Радостные, бурные. Я первый раз выиграл 15 километров. До этого не получалось. В 2007 году в обморок упал на последние километры, второй прибежал. Вот теперь отыгрался, можно сказать. Тот, кто не завоевал наград Заволжье, совсем не выглядел расстроенным. Причину объяснил Сергей Борисович, отец чемпиона мира по хоккею Дениса Кокарева. Участник состязаний с 20-летним стажем Кокарев-старший объяснил, что люди приезжают на Заволжье не только за медалями. Ну, кайф, ну, то, чтобы преодолевать себя, соревноваться. Чувствую, что вообще я в этой среде, как говорится, больше 30 уже лет. Мне здесь очень комфортно. С людьми комфортно, да. Я получаю от удовольствие, от общения, от самого бега, и от общения с участниками. Ну, я уже знаю здесь практически всех. Меня тоже знают. И мне с этим людям очень приятно общаться. И соревноваться тоже. С Тайром, преодолевшим 42 километра 195 метров, в среднем понадобилось на это 3-4 часа. Отметим, что марафон покорился и колясочнику Павлу Пылеву, из Сележарова. Дистанцию он проехал на хендбайке за 2 часа 28 минут 50 секунд. Абсолютными победителями Заволжья стали столичные гости Сергей Миронов и Оксана Овечкина. Среди атлетов Верхневолжья лучший результат показали Андреаполис Николай Иванов и тверетянка Светлана Ежунова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok